Так, сейчас у нас с тобой, привет зритель, будет обзор моих парфюмов на август, хоть сейчас уже 10 августа, но почему сейчас, а не раньше, я об этом говорю в моём уходе на август, да-да, вот заманиловка такая, если хочешь узнать, то иди смотри уход на август. Если лень узнавать, смотреть, точнее хочется узнать, но лень смотреть уход на август, и тебя эта тема не интересует, то можешь подписаться на мою телегу, я там объясняю причину, ссылки есть в инфобоксе. Короче говоря, это у нас зелёное дерево, и фреше, зеверт, кеньская вода, регулярно, ей стабильно пользуюсь летом, жару, такой зелёный свежий аромат. Это благодаря, вспомнить бы, по-моему, подписчица Ксюша мне подарила, своей парфюмерной коллекцией поделилась, и фреше, вербена, мне очень нравится. У меня тогда закончилось, и вот Ксюша поделилась своей коллекцией. Тоже кеньская вода, они немножко похожи с зелёным чаем, но вот это мне больше немножко напоминает, знаете, такие эти леденцы, дюшес. Хотя дюшес это, по идее, груша, а тут как бы вербена, но они оба свежие, на жару самое то. Я иногда в жару вот сверху доню таким всплескиваюсь, у меня всё ещё живо, совсем чуть-чуть осталось, возможно, будет в пустых баночках летом. Это Морган за тебя, Морган де Туа, я его всё время называю Морган де Туа, мне такой интереснее. Французские духи, короче, фирмы Морган, парфюмерная фирма Морган, тут было 100 мл изначально. Они напоминают мне цветочная диска снятости фраше красненькие, в общем, такое же, немножко цитрусовых, немножко ягодок. Сладенькое, что-то такое, малинка, мандаринка, очень вкусные. И вот эти вот, я сейчас, когда открывала, думаю, чем таким пахнет сладко-вкусным, но все духи, что у меня есть, хоть, может быть, у меня не так много, как было раньше, или не так много, как у кого-то другого. Но их прилично, и все не перенюхаешь, ещё и жарко к тому же, как бы. Я просто наугад взяла вот эти вот. Но это не совсем тот аромат, что я ощущала, но они тоже приятно пахнут. Это со мной поделилась своей коллекцией. Подписчица Света из Москвы, три вещи из её той посылочки, я обозревала в предыдущем ролике, вот смотрю так на кровати, где там это всё лежит, который посвящён моему уходу на август. Если интересно, гляньте. Короче говоря, это у нас, что-то там французское. Она поделилась со мной своей коллекцией. Вообще, как бы, французское, но... Да, где-то вроде писалось, что оно французское, но, по-моему, это делал какой-то японец. Да, сделано во Франции, но для Франции старался. Это Йох-Дзи Ямамото. Я недавно читала мангу, специально в деревне скачивала, в местах, где был интернет, там была героиня Анис Ямамото. Вот. Спрейчик такой. Флакончик тут такая фигунюшка. Прикольный, короче, флакончик. Мне хотелось бы сказать, что с чем-то свеженьким, сладеньким. Ну, знаете, бывает такое, как бы, не свежее, что совсем свежее, но не перекликается вот с этим, тем же, да? Но бывает сладкое удушающее, что вот с летом сладким как-то особо не поюзаешься. Бывает сладкое, такое прикольное, вот какая-то сладко-цитрусовая. А это что-то такое мягкое, сладкое. Кто с этим знаком, просто дайте знать камень, так, ноты его, или там сказать, лёля, нет, ты не права, оно такое-то, такое-то. Но. Вот я им сегодня прыскалась. Как бы летом в деревне я не прыскаю духами, потому что если у вас есть хоть малюсенькая пасека, есть шанс, что вас укусят пчёлки. К тому же меня вот уже тут воду набирало в саду из пруда шлангом ведёрочкой и на меня села так вот на плечо, а сабливая, шпохнула. Хотя вообще ничем не пахло. Поэтому духами я пользуюсь только когда в городе. В общем, вкусненькие. Спасибо Свете за подарок. Буду с удовольствием их пользовать на август, заявлено в августе, вот прям сегодня, 10 августа. Ну и это, наверное, у меня у всё, 4 только флакончика, что-то у меня как-то не сложилось с другими, выбором других духов. Всем спасибо за просмотр, если вы чем-то подобным пользовались, пользуйтесь или типа того, дайте знать комменты, будет приятно почитать. Пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста! До новых встреч! До новых встреч!